Она первая вышла на сцену пусть и лицейского, но все же Евровидения. Она первая исполнила лучшую песню. Александра Ковшок больше склонна к техническим предметам, но вот творческую натуру никуда не спрячешь. На сцене вместо скрипки в ее руках микрофон, говорит, сейчас скорее исключение, чем правило. Ты хочешь задать уровень, знаете, полночек поставить. Надеюсь, поставлю высокую планку и все будет отлично. Я думаю, выступать первым намного легче, чем последним, потому что ты поешь, потом ты просматриваешь всех участников и все, а последний он сидит и накручивает, и накручивает тебя. И, боже, я последний, сейчас, ой, как она хорошо спела, я так не спою, и вот так. Дмитрий Некрасов – один из самых маленьких участников лицейского Евровидения. На конкурсе такого масштаба выступает впервые. Признается, немного страшно, ведь людей в зале больше, да и участники старше и немного сильнее. А по сути, так же, как и у него дома, в Бывьевском районе. К выбору песни подошел ответственно. Решил спеть композицию из альбома одного из лучших представителей нашей страны песенного конкурса Евровидения – Дмитрия Колдуна. Тогда Беларусь занял четвертое место, и сейчас маленький Дима тоже верит в свой успех. Музыка, ну, она, получается, помогает человеку душевно. И когда ты слушаешь музыку, получается, есть разные виды музыки. Есть, которые тебе, получается, нравятся, есть, которые ты, получается, как расслабляешься. Тебе, получается... Ну, как она... музыка, получается, она делает... музыка создана для души. Несмотря на возраст, участник исполняет взрослые песни. Поэтому требования к ним самые строгие. Соблюсти тональность и четкость ритма. Пробудить голос и сделать так, чтобы на сцене не было и намека, как тяжело далось совершенство. Ведь зрителю от артиста важно хорошее настроение. Профессионалы говорят, нет такой песни, которая бы не подходила участнику. Каждую можно спеть, и совсем не обязательно, чтобы она была похожа на оригинал. У каждого свой стиль и свое видение композиции. Они полезны показать детям свой талант, раскрыть его как-то, возможно, вложить душу в свои песни. Главное условие конкурса – песня должна быть на английском языке. Все, как в классическом Евровидении. Такой метод в лицее полностью поддерживают. Педагогам ли не знать, как лучше всего выучить иностранных? Конечно, с помощью песен. Так дети быстрее запоминают слова, и произношение совершенствуется. Несмотря на то, что с практической точки зрения такие конкурсы помогают детям учиться, главная задача – раскрыть потенциал и талант. Когда я посмотрел во время репетиции на нашу участницу, нашу лицеистку, я совершенно по-другому на нее взглянул, потому что действительно очень талантливый ребенок, творческий, интересный, и мы все волнуемся, очень ждем высоких результатов. Каждый участник уже стал победителем, когда решился показать свой талант на этой сцене. Одни только начинают свою конкурсную карьеру, другие – уже настоящие профессионалы. Но объединяет их одно – они готовы и хотят петь не для всех, а для каждого. Яна Миниченко, Дмитрий Пастернак, Новости, Гродно+.